Добрый день! 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 и центральной избирательной комиссии Российской Федерации, все наблюдатели, с кем я видел, мои коллеги из Российской Федерации, они говорили как раз о том, что сейчас говорю я, они были в самом хорошем смысле слова под огромнейшим впечатлением того, с одной стороны, той организации выборов, которые были, а с другой стороны, тем результатом, который в полностью соответствовал именно тому настроению, с кем азербайджанский народ, избиратели приходили на выборы, там люди приходили с семьей, с маленькими детьми, я рассказывал, я на одном избирательном участке встретил по работе случайно знакомого нотариуса, который пришел с женой, с тремя детьми, мало-мало-меньше, и они пришли как на праздник, знаете, это всегда очень впечатляет, поэтому я хочу, вернувшись к этому выбору, сказать о том, что мой анализ работы всех международных наблюдателей, которые здесь были, в подавляющем большинстве говорит о том, что выборы были абсолютно прозрачны, абсолютно объективны, в полном соответствии с законами Азербайджана, а то, что такой результат, это как раз результат того настроения, того ощущения, того восприятия своей страны, которые сегодня есть у Азербайджанского народа, народа-победителя, именно поэтому он отдал голоса действующему президенту и верховному главнокомандующему. Это, кстати сказать, в данном случае было соединено вместе. Несомненно. Михаил Александрович, описывая ситуацию, вы как бы сказали, чем живет народ, и есть ощущение, что в этом текущем году страна, да и граждане будут жить вот идеей этого КОП-29, особенно осенью, потому что мероприятие очень масштабное, и об этом мы, конечно, будем говорить, но для начала, чтобы зритель лучше понимал саму философию, само мероприятие, к чему мы двигаемся, да, я бы хотел бы, чтобы вы нам поделились своими ощущениями в том, что касается, насколько сегодня это мероприятие, ну, скажем так, привлекает внимание, каков интерес, как меняется с годами этот интерес, потому что, ну, в последние годы, как бы, знаете, тема климата, она стала такой модной, о ней охотно говорят, многие говорят, по-разному говорят, да, поэтому мне хотелось бы узнать, вот именно как человека, погруженного в колоссальный новостной поток ежедневно, да, как меняется отношение, как меняется интерес к самому мероприятию? Вы знаете, я вот как раз в развитии того, что вы сказали, хотел бы, как бы, чуть раздвинуть нас в начале, рамки этого конкретного события, которое предстоит в Азербайджане, а сказать о том, что часто вот в нашей беседах мы говорим о вызовах в современном мире, говорим, как бы, через запятую, ну, там, туда включаются и разного рода вооруженные конфликты, и проблемы, там, не знаю, с ресурсами, и проблемы, там, с разного рода природными явлениями, и, как бы, через запятую мы говорим о климате, как о том, который меняется, это влияет на все стороны жизни людей, во всех странах, и вот этот разговор через запятую, он, как бы, вот, в общественности иногда осталось впечатление, что проблемы климата немножко надуманные, вот, люди, как бы, как бы, некоторые, которые, если я что-то не придумаю себе эти проблемы, особенно, когда, там, за них дают какие-то высокие награды, за вклад в эту проблематику, люди иногда относятся с иронией, там, ну, вот, ну, что климат, ну, вот, ну, да, там, сегодня лето было теплее, а сегодня зима, там, чуть прохладнее, или наоборот. Но, на самом деле, проблемы изменения климата относятся к проблемам, которые, как говорится, сами по себе не рассосутся. Если любой военный конфликт, даже самый трагический, самый тяжелый, все равно рано или поздно приходит к мирным соглашениям, к залечиванию ран, к восстановлению, так сказать, того, что было разрушено во время военного конфликта, где бы этот конфликт не проходил, то проблема климата, она должна интересовать всех и каждого, потому что за этим стоят вопросы выживания человечества, за этим стоит, ну, прямо скажем, будущее наших детей и внуков. Это вопросы, которые не поддаются решению какой-то, в каком-то одном регионе, или какой-то одной страной. Это вопросы, которые требуют, в прямом смысле слова, до деталей консолидации усилий всего мирового сообщества, как бы это громко это ни звучало. И поэтому, вот был КОП-28 в Дубае год назад, я был там, я, ну, по работе своей, я наблюдал, как проходила эта, так сказать, всемирная конференция. Тут можно приводить всякого рода цифры, как много там было глав государств, что сам по себе говорит о значимости этого события. Там работало, ну, несколько тысяч разных дискуссий, разных рабочих групп работало. И, вы знаете, когда погружаешься в эту проблематику, когда только-только... А я, честно скажу, я не специалист по вопросам экологии, по вопросам, там, климата. Я действительно работаю в своем информационном пространстве много лет, но я вижу, что вот тема и проблематика климата, экологии, изменений климата, влияние климата на самые разные процессы на Земле становится все более и более актуальной. И все больше и больше людей, причем это уже исчисляется, становится частью глобальной повестки, задумывается о том, а что же дальше? Как быть? Это касается всего, там, от питьевой воды до, так сказать, изменения просто температурных режимов в целом ряда страны. В одних странах становится, ну, так, нестерпимо жарко, в других странах появляются проблемы, которые еще вчера не были проблемой, а сегодня становится вопрос номер один. Почему, вы понимаете, я вам продаю маленький пример, если позволите. Это, может быть, косвенно связано с темой КОП-29, но он мне запомнился, как, знаете, когда в жизни, в капле воды, видишь проблему других людей. Вот, несколько лет назад я был в такой стране, как Джибути. Там, право и интервью, у президента этой страны. В этой стране огромные соляные озера. Это само по себе, это очень небогатая страна, с очень низким уровнем экономики. И самая большая проблема в этой стране, это пресная вода. При том, что сами водные ресурсы, там огромные, но они глубоко соленые. И вот нам такое, как бы, приключение для гостей. Привозят нашу съемочную группу, привезли на эти соленые озера, показать. Это такое достаточно красивое, впечатляющее зрелище. Некоторые из моих коллег, там, операторов, там, решили даже искупаться в этих соленых озерах. Это тоже разрешается. Но для того, чтобы, так сказать, они после этого, так сказать, не испытывали слишком большого дискомфорта, вот коллеги, местные наши, представители российского посольства, которые нас туда привезли, они забрали с собой несколько больших, таких, я бы сказал бы, чанов, таких, знаете, там, многолитровых с пресной водой, чтобы потом те, кто решит искупаться, могли бы помыться. Ну, вот, простая, простая история. Вот вышли, так, что вот мои операторы, там, из воды. А пока вот все это происходило, как бы, незаметно, вокруг наших этих двух автомашин скопилось, ну, скажем так, десятка-полтора местных жителей, которые сидели и вот так наблюдали. Я спросил, а зачем они пришли? Они говорят, что они ждут, что вот вы, когда, говорят, ребята, искупаются в этих, из этих баллонов воды, то что-то останется, и они смогут взять. Вы знаете, меня так поделали, что все-все, нет, ребята, никто быться не будет, оставим все эти чаны этим жителям, а вы поедете все доедем до гостиницы, там примете душ. Я почему сказал об этом, так бы и сделали, но, понимаете, этими, там, тремя или четырьмя баллонами воды страну не напоишь. Но вот это чувство, вот этой, знаете, нескольку вины, но понимание чужой беды на нас очень повлияло, вот на меня в частности, понимаете, потому что, я помню, вот есть, вот, на подземе, где даже, там, литр пресной воды, и для них это, так сказать, невероятная ценность. И в таком мире много земли. При этом, при этом, есть страны, слава богу, благополучные, живущие, так сказать, но и к ним подступают проблемы, понимаете, и к ним, и уже подсчеты показывают, что даже в самых разных странах возникают проблемы, вот то, что я говорил, воды, температурных изменений, это надо как-то, притом есть, ну, как бы, анализ научный, отчего это происходит, там, что влияет на это, что покрывает небо такой, прямо, пленкой. А это все деятельность рук человеческих, которые приводят к тому, что мир, так сказать, становится все менее и менее пригодным для жилья. Вы знаете, есть, например, целый ряд стран, я просто не хочу их называть, но это очень известные страны, где, например, дипломаты получают даже добавку к зарплате, потому что они работают в условиях климатических, так сказать, вредных для жизни. Да, неблагоприятных. Неблагоприятных. Причем страны это очень известные, и я бы сказал, даже, так сказать, уважаемые страны, но так они, как бы, ну, что ли, запустили внутри стран, так, там, так сказать, ну, загрязнили свои страны, и воздушную атмосферу, и так далее. Это все очень большие проблемы. Михаил Зонович, из вашего ответа я так сделаю такой вывод о том, что игнорировать само мероприятие, а точнее тему, проблематику, просто ни один человек не может, потому что это касается каждого из нас. И я бы хотел немножко поговорить о той теме, которая, скажем, близка к нам. Дело в том, что, ну, и вы, наверное, сталкиваетесь в последнее время с некими публикациями касательно и того, что планируется в Азербайджане проводить это мероприятие, посвященное проблематике изменения климата и другим. Ну, вот, как бы, в публикациях с неким упреком говорится о том, что, скажем так, мероприятие посвящено вопросам изменения климата, а проводят ее уже в который раз в стране, где углеводородные ресурсы, добываемые углеводородные ресурсы, ну, скажем так, это существенный вклад в экономику страны, да, дескать. При этом я заметил в этих публикациях такое, знаете, как некую упрек в сторону стран добывающих, а в сторону стран потребляющих это, да, не особо-то критики вижу, хотя, очевидно, даже вам это подтвердят, что не сама добыча углеводородов как таковое меняет... А их использование. Да, а их последующее использование, так сказать, ну, скажем так, не покупали бы, не продавали бы, да, если очень грубо. Но как вам вообще вот такое рассуждение, как вам такая редакционная политика некоторых СМИ, которые, ну, до этого это было по поводу Объединенных Арабских Эмиратов... До этого еще был КОВ-27 был в Шарм-эль-Шейхе, в Египте, потом, так сказать, в Эмиратах, теперь у нас. Ну, вы знаете, что я могу вам сказать? Это такая, достаточно долгое, такое долгое противоборство и очень долгая дискуссия. Она не вчера и не позавчера даже началась. И я думаю, что не сегодня и не завтра и не сразу после КОВ-29 у нас здесь, в Азербайджане, завершится. Эта история длинная. Потому что, как бы, с одной стороны, всем очевидно, что будущее за новой энергетикой. И все это говорят. Ну, скажем так, среднее, отдаленное будущее. Но цифры разные называются. Ну, вот цифры разные. Во-вторых, пока нету достаточной замены. Вот эта тема обсуждается в России, я знаю, очень много и очень активно, на всякого рода конференциях. Я обратил два вопроса. Первый вопрос. Сам факт того, что Азербайджан, точнее, Азербайджану доверено практически единогласным голосованием проведение КОВ-29, это говорит о высочайшем международном авторитете Азербайджана, как страны в мировом пространстве, как страны, которые все более и более значимую роль играют на мировой арене. Я знаю страну проведения КОВ-29 в Азербайджане, поддержала Россия, поддержали там западные страны, поддержал, так сказать, страны непредственные, ну, практически все. Более того, показательно, что даже соседняя страна Армения тоже высказалась в пользу проведения этого мероприятия огромного в Азербайджане и сняла свою конъюнтуру, кто тоже присутствует. Это тоже показательно. Это же говорит о том, что мир видит и наблюдает за теми решениями, за теми планами, которые неоднократно оглашал президент Азербайджана Рахам Алиев о все большем и большем привлечении зеленой энергетики в экономику Азербайджана. И это мы видим на самых разных примерах. Тут вот, если у вас там на экране и ветряки какие-то, и солнечные батареи, и прочее, прочее. Да, все вышли, послали Азербайджану полезные ископаемые, и нефть, и газ, они острейшим образом нужны в современном мире, но они, во-первых, исчерпаемы, неважно когда. Но мир, конечно же, движется к замене энергетики полезных ископаемых на, так называемую, зеленую энергетику. Но вот весь вопрос, как быстро к этому направо двигаться, какими совместными усилиями, какие для этого нужны международные договоренности. Вот вся, вот эта, скажем так, пошаговая дорожная карта перехода мира, конечно же, более, ну что ли, человеколюбивый, как так же говорят, экономики, скажем, сберегатель экономики, наверное, это, конечно, путь стратегически абсолютно верный. Повторяю еще раз, но весь вопрос в том, как об этом договориться. И поэтому сейчас, конечно, проще всего стрелы направлять в адрес углеводородных добывающих стран, и как бы на них переводить стрелки, потому что потребители являются, как правило, страны богатые, страны, так сказать... Ну, как бы да. Да, и поэтому, ну, зачем, так сказать, стрелять самим себе в ногу? Им проще обвинить кого-то. Ну, это сейчас на самом-то деле, вы знаете, времена, как бы, вот, таких, знаете, взаимных обвинений, они немножко уже, как мне кажется, отступают немножко в прошлое. Потому что то, что это общая проблема, и то, что, так сказать, вот с каким-то рубильником, или каким-то одним решением, вот нет такой волшебной палочки, которая спасет мир. Ее просто не существует. Только весь мир коллективным разумом, коллективными договоренностями может действительно создать себе лучшее будущее. Газал Матч, на фоне нашего разговора, может, у кого-то сложится впечатление, что нет второго мнения. А ведь по поводу, меняется климат или не меняется, мы тоже видим разные публикации и рассказы. Есть скептики по этому поводу, которые, ну, есть те, которые, я бы даже сказал, чересчур остро все это воспринимают. О них отдельно поговорим, и чуть-чуть даже поговорили. Но есть и те, говорят, что, как бы, знаете, эта планета не один миллиард лет существует, и, в принципе, известны многие циклы похолодания, потепления и так далее. Сейчас можно вдаваться в это не будем. Но они, как бы, говорят, что вы немножко паникуете, вы немножко преувеличиваете. И привлекает внимание, знаете, что я сейчас имена называть не буду, но среди скептиков есть даже вот, ну, как бы, не последние люди в нашем мире. Да, да. Я бы хотел бы, с точки зрения, знаете, как вы прослеживаете ли вы такое разделение в средствах массовой информации? Конечно, конечно. В отслеживании. Конечно, конечно. Потому что есть такая деталь, да, когда мы же говорим, ну, из того, что даже вы сказали, о спасении нашей планеты, и здесь, ну, скажем так, ошибочное мнение, оно может быть фатальным, то есть, если, как бы, проигнорировать все. Ну, смотрите, вы же сами сказали, Санан, что вот эти, так называемые, скептики, они не говорят, что они не отрицают проблему. Они говорят о том, что, может быть, проблема не только столь велика. И не только в это. И не только в это. Что, может быть, обжить внимание, ведь, в конце концов, решение любой проблемы требует средств, требует больших финансовых вложений. А может, лучше сконструироваться не на этом, а на этом. Это, я считаю, нормальный процесс. Тут, понимаете, вы знаете, я вот приведу пример, это, опять-таки, косвенно связано с нашим, но это уже не связано. Это проявил Каспия, его миление. Вот на моей памяти, 50 лет назад, я еще был совсем молодым человеком, Каспий милел и на глазах отступал от берега. И я помню, много по этому было дискуссий. Был такой, мировой памяти, академик Гюль, известный из Азербайджанской академик, который всю свою научную деятельность посвятил этому. И по большому счету, так и не был дан ответ, и, по-моему, его нет на сегодняшний день. Может, каких-то великих ученых есть. А почему Каспий вилеет? Потом прошло там 20-30 лет, и Каспий на несколько десятков метров вернулся, и, так сказать, его берега приблизились к предыдущему уровню. Сейчас, на моих глазах, на последние 15 лет, потому что у меня, в мой доме, в шумляндах находится около моря недалеко, я часто, так сказать, это, так сказать, вижу, просто отходит и отходит. Просто на глазах. Теперь вопрос. Одни говорят к вопросу о пессимистах, оптимистах. Они говорят, ну ничего, потерпите там 15-20 лет, он вернется. Не первый раз. Да не первый раз. А если нет? А почему? Фатальность ошибки. Понимаете, вот тут же это в этом... Да, обратно повернуть не получится. А потом может быть поздно. Да. Понимаете, и это уже будет не драмой для людей, кто привыкли летом купаться в море, а трагедией для страны. Да, да. Вот этот момент по поводу скепции, да. Вот здесь очень важно... Ну, понимаете, опять, не хочется быть банальным, но здесь, прежде всего, важна научная, абсолютно точная аналитика. Тут ученые должны, так сказать, вот опять, если говорить про инвестиции, там, не знаю, про вложения, то, конечно, в науку, которая это изучает. Потому что я слышал десяток якобы причин, потому что почему я говорю, я говорю, что никто не знает точную. Почему миляет Каспий? Понимаете? Я для себя выбрал одну, которая мне показалась... У вас есть версия. Не, одна из которых. Например, я могу сказать ее, что, как известно, Земля крутится на определенной оси, и эта ось, там, раз в какое-то количество лет, подпускать, чуть-чуть, на какие-то там микро, не знаю, градусы, мини-градусы меняется ось, и якобы, поэтому, как бы, Каспийская вода, как бы, стекает в сверхглубинные резервуары внутри Земли, а потом, когда ось меняется, она, как бы, ну, как сообщать. Мне это чисто по фантазии моей, там, чисто графически показалось, ну, я просто вот это, а может, примерно, в 60-х других обстоятельствах, других влияющих. А вот если мы говорим о измене климата, если становится, даже на полтора... А есть, может, четкий анализ, если там климат становится в средней погоду, там, условно говоря, на полтора-два градуса больше и жарче, то это сразу высыхает гораздо большая часть... Да-да, в абсолютных цифрах там... И вот я поэтому говорю, что эти все вопросы, они мне представляются, ну, что ли... Я как раз сторонник того, что лучше заранее, чем можно, как можно раньше готовиться, чем дожидаться момента, когда уже... Это, кстати, касается и других проблем. Вот я говорил о проблемах человечества. Например, да, на нас обрушился коронавирус вроде бы неожиданно. Почему? Говорю, вроде бы, потому что потом выяснилось, выяснилось, что целый ряд ученых вроде бы заранее говорили, что надо к этому готовиться, что нужно заранее уже какие-то вакцины готовить. Вот сейчас опять на эту тему много разговоров. Разговоров много, дискуссий много, семейная организация об этом предупреждает, но опять-таки незаметно, чтобы какие-то фармацевтические гиганты, так сказать, включились. Потому что они на другое сейчас тратят свои средства, на другие лекарства, которые имеют каждодневность. Когда там ждать еще? Будет когда следующая пандемия? Не будет она. Это вот такая близорукость, а может быть, даже какие-то более сильные слова употребить, она вот и приводит к большим бедам. И вот, возвращаясь к теме КОП-29, мне очень важно, вот с моего угла, я понимаю, что для Азербайджана это проведение такого, вот вы скажете, что проведено много мероприятий. На моей памяти их было там не одиннадцать, а некоторые были крупнейшие, ну, не знаю, европейские спортивные, там Евровидение, огромное количество конгрессов. Все это верно. Но по масштабу, я думаю, что в современном Азербайджане, да вообще за историю Азербайджана, такого не было. По тому ожидаемому количеству глав государств, участников, гостей, медиа, как мне представляется, вот то, что я сравниваю там и с КОП-28 в Дубае, такого в Азербайджане еще не было никогда. И это очень большой вызов нашим государственным институтам, институтам государственного Азербайджана, которые должны к этому готовиться. Это, ну, понятно, что, кстати, сразу после того, как Азербайджану эта честь была оказана, президент Азербайджана провел большое совещание, были на поручение, образован оргкомитет, там, дирекция, рабочие группы, машина заработала. Но вот с моего угла мне больше всего кажется важным, потому что я уверен, что, ну, это, понимаете, будет проведено. Я уверен, что Азербайджан со своим опытом пройдет его успешно. Но вот его информационное обеспечение, а потому что в этих, такого рода мероприятия, как бы две составляющие. Одна, собственно говоря, контекст разговора, который идет внутри, но мировое сообщество об этом узнает только по тому информационному обеспечению, которое вокруг имеется. Но люди здесь же не присутствуют, в дискуссиях не принимают участие, трансляции всех этих событий на мир не идет. Вот здесь, мне кажется, моим азербайджанским коллегам крайне важно максимально поработать в том направлении, чтобы самое ценное, самое важное, самое нужное для мирового сообщества стало достоянием мира. Чтобы продумать очень важный, мне кажется, очень важно продумать план информационного, если хотите, пропагандистского, мы не любим слово пропагандистского, в данном случае, оно мне кажется уместным, информационного пропагандистского обеспечения КОВ-29 в Баку. В этом должны участвовать все медийные структуры Азербайджана. Не грех привлечь зарубежных коллег из России, из Европы, там, не знаю, откуда угодно. Потому что мир должен знать о том разговоре, который будет здесь проходить. Мир должен понять те обеспокоенности, которые будут звучать на площадках КОВ-29 в Баку. Мир должен отреагировать на это. Вот это все стоит перед нашими с вами основными коллегами в Азербайджане во время КОВ-29. Я так понимаю, вы имеете в виду одно дело сделать это, а другое дело еще и рассказать об этом, чтобы... Это, вы знаете, в некоторых вот такого рода событиях, я бы сказал, это два равнозначимых вопроса. Потому что, ведь понимаете, КОВ-29 к революции в борьбе за, так сказать, усмирение климатических изменений, не борьбы с климатом, что с климатом бороться бесполезно. Он будет таким меняться, как предначерт нас, наверное, сверху. Но, как бы, чтобы как-то все эти процессы вести в мало-мальски регулируемые для людей рамки, это крайне важно. Здесь, наверное, будет разговор. Но вот что это за разговор? И привлечь мировое сообщество к вниманию, к беспокойности к этой проблематике? Вот это задача медиа. Это задача нашей с вами, конечно, журналистовая задача телевидения, разного рода информационных агентов. Здесь будет огромное количество прессы работать. Вы несколько раз, мы с вами сказали, что наблюдали за КОП-28, предыдущим таким мероприятием, которое было в прошлом году. Было же там что-то такое, в том числе с точки зрения освещения и медиасопровождения этого мероприятия, которого вы считаете, что стоило бы, можно было бы перенять в текущем году в Азербайджане. Может быть, что-то запомнилось вам? Ну, вы знаете, это уже чисто такие профессиональные вопросы. Я с удовольствием бы ими поделился с коллегами, просто это не хотел бы отнимать время нашей с вами передачи. Они есть. Вообще, изучение опыта коллег всегда полезно. Что-то это, ну, условно говоря, вот проходили в Азербайджане европейские спортивные игры. Был свой опыт. Но это были первые европейские олимпийские игры. А, допустим, Евровидение, я вспоминаю еще Евровидение, когда проводилось, это уже был один из многочисленных мероприятий этого направления. И здесь, конечно, всегда накапливается опыт. Формула-1, уже десятилетиями сложившийся опыт освещения в мировых медиа. И уже есть люди, профессионалы, журналисты, которые там не один десяток лет этим занимаются. Здесь немножко другая история. Азербайджан имеет свою специфику. Эмираты свою специфику. Тут, понимаете, мне кажется, просто какими-то там, скажем так, как принято говорить, пиар-шагами не обойдешься. Необходимо донести главные месседжи содержательного, я уверен, что он будет таким, содержательного разговора на КОП-29 в Баку, донести эти месседжи до мирового сообщества. Я считаю, это крайне важно. И вот если нас сейчас слушают, наши с вами коллеги или те, кто будет заниматься этой работой, я бы просто просил их, как человек, у которого в самом опыт есть, внимательным образом отнести к тому, чтобы информационное, пропагандистское освещение, разъяснение всего КОП-29, понимаете, КОП это же аббревиатура, некоторые люди даже не знают, что это такое, даже начать с этого, а что такое КОП, и почему называется КОП, и почему 29, и вообще, что это такое, и откуда, вот эта работа должна уйти уже сейчас. Вот мне кажется, что информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий в Баку, которые будут, как сказали, осенью, должно начинаться сегодня, может быть, не только нашим с вами разговором, но и такой активной работой всех средств массовой информации Азербайджана, как внутри Азербайджана, так за рубежом. Раз уж мы коснулись таких моментов, мне бы хотелось бы, опять же, опираясь, чтобы вы на свой опыт, в какой степени вас, скажем так, устраивает само освещение проблематики климата и изменения климата в СМИ. Я понимаю, что глобально, если брать такую оценку, очень сложно, давайте все охватить очень сложно, но, скажем так, нет ли тут иной раз некого, знаете, как бы помягче, поверхностности. Нет, ну, знаете, я немножко о другом, фанатизма, смешанного с наивностью, я вот вспоминаю, еще, наверное, это мои студенческие годы были, когда, знаете, очень модно было говорить, публиковать, статей было, что вот, там даже прогнозы были в таком-то году, там, последняя тонна нефти будет использована, надо быть готовым, но мы пришли к тому, что сейчас, вроде как, и нефти, она еще не закончилась, но... И неизвестно, когда закончится. И неизвестно, когда закончится, но ситуация такая, что от нее предлагают, скажем так, отказаться, то есть я вот возвращаюсь к тем публикациям, что насколько непродуманно, оказывается, это все было, не нефть закончится, а необходимость в ней как-то вот улетучится, закончится, вот в этом смысле, то, как подходит к проблематике климата и изменению климата, вас устраивает? Ну, опять-таки, это вопрос, вы затронуете чисто профессиональный подход людей, и, в общем-то, понимаете, Александр Сергеевич Пушкин сказал когда-то, на века фразу, мы ленивые и нелюбопытные. К сожалению, людям, ну, так скажем так, широкой общественности, чтобы тоже, как вы сказали, помягче сказать, как правило, их интересует только такие, знаете, вот сейчас говорят, клиповое сознание, то есть какие-то внешние факторы. Вот климат, ну, а что климат? Это климат, что я сегодня одену на работу или там на улицу выйду, а вот сегодня плохая погода. Большинству людей, большинству людей на планете, к сожалению, не свойственно размышлять о климате в глобальном плане. им это и не надо, да? Им как бы. кому это не надо. Понимаете, где-то там холга, ну, это они же там живут, это их проблема, что там живут, а кому-то там живет, кто-то живет в пустыне, ну, так он живет в пустыне, так судьбе было угодно. А вот я живу так, как я живу. Это свойство людей, это надо понимать, и, как говорится, я не предвижу, что люди, знаете, так резко поумнеют все и сразу, что сразу будут думать о климате, глобально. Но для того, это и существует, во-первых, стоит наука, во-вторых, существуют лидеры, существуют государственные институты. вот наука должна это все анализировать и предлагать сначала анализ процессов и, если возможно, пути решения, собственно, это будет почему в КОП-29, пути решения. это же наука, она не существует, климатология есть такая наука, не существует только от КОП-28, а потом КОП-28, она существует постоянно. Вот что произошло даже за год, и будет конкретно анализ за год, за пять, за десять, причины, какие рекомендации, потому-то и приезжают на мероприятия КОП, я уже не помню, по-моему, за сто глав государств было в Дубае, и здесь у нас будет несколько десятков как минимум руководителей стран, до ста, я думаю, которые и должны принимать решения на основании тех выкладок, тех предложений, того анализа, тех рекомендаций, согласиться с ними, не согласиться, подискутировать между собой. Это и, понимаете, вот, как бы сказать, вот эти пост, вот само мероприятие КОП-29, его масштаб, вот то, что было в Дубае, что будет в Баку, говорит о том, что осознание пришло, главы государств, если настаивается и проводится, значит, нет, если уже столько лидеров стран собираются, они собираются по вопросу, которые, потом, понимаете, давайте, скажем так, абсолютно объективно предположим, что каждому лидеру государств, маленькому, большому, монарху или премьер-министру, ну, все-таки не безразлична судьба его страны, и очень важно, что его, так сказать, судьба его страны была вписана в общий контекст, так сказать, развития в этом направлении, не может так, что весь мир будет идти в ногу, а его страна не в ногу, значит, надо находить общее решение, кто-то должен от чего-то отказаться, кто-то, наоборот, должен что-то взамен предложить, это должны быть какие-то вот процессы, ну, например, я наблюдал за теми решениями, за теми выступлениями, которые делал президент Азербайджана по этой проблеме, президент России Путин по этой проблеме, или какие-то западные лидеры, я за это наблюдал, все ищут решения, ну, например, почему Азербайджан должен отказываться, допустим, сегодня от своих углеводородов, это значительная часть экономики, Азербайджана, но тоже президент Азербайджана, глядя в будущее, что надо думать и о новых, так сказать, путях развития страны за счет других отраслей экономики, потому что нефтегазодобывающие доходы не вечен, это, говорит, президент Азербайджана, потому что, президент Путин, сегодня, да, значит, надо думать о том, чем это заменить, на каких условиях, как скоро, в взаимодействии с кем, это все огромное, с одной стороны политическое, с другой стороны экономическое, а в основе всего аналитическая работа. Газал Иванович, вы несколько раз этого сказали, я, в принципе, в СМИ эту цифру видел, называется цифра в 200 тысяч человек, но это, я так понимаю, подсчеты ведутся, исходя из того, из предыдущих таких мероприятий, что вот до 200 тысяч человек могут, ну, это не в одномоментно, не в один день, но вообще, ну, вот КОП-29 в Азербайджане, они могут приехать сюда, и да, это тоже показывает масштаб, и я, честно говоря, знаете, как не склонен воспринимать этих людей чисто вот в туристическом контексте, потому что, это люди с активной позицией, по данной проблематике, и я бы даже сказал, что с настроем что-то менять, то есть это не просто прийти, сфоткаться уйти, это 200 тысяч активных людей, которые готовы и хотят что-то менять. С точки зрения нашей страны, вот такой опыт, во что мы его можем в итоге конвертировать, скажем так? Ну, вы знаете, Азербайджан, и в этом, мне кажется, очень важный фактор, очень важный фактор развития Азербайджана последних, скажем так, 20 лет, это то, что Азербайджан блистательным образом научился использовать мировой опыт в тех или иных отраслях, в тех или иных направлениях для развития своей страны. Я не буду... Это... Вот я смотрю там, условно, по магистральным путям развития там, экономик Азербайджана. Там, условно говоря, я читаю, что, допустим, Министерство экономики Азербайджана использует все элементы мирового опыта по развитию тех или иных отраслей экономики применитых к Азербайджану. Эти установки дают президент Азербайджана. Весь лучший мировой опыт, чего бы он ни касался, не знаю, я сейчас, опять-таки, не рассуждение как экономиста, как наблюдатель процессов, которые проходят. И это происходит. И именно за счет того, что в Азербайджане используется весь мировой опыт в тех или иных сферах, которые идут на пользу стране, Азербайджан движется вперед. И, конечно, в этом плане все то лучшее, все то прогрессивное, все то, что направлено на развитие, на устойчивое развитие, что будет обсуждаться на КОП-29, в его каких-то, так сказать, документах, в его каких-то дискуссиях, я уверен, все это будет использовано в Азербайджане, чтобы Азербайджан и в этом направлении был самым передовым. Несомненно. Тут даже напрашивается некая аналогия. После крупных спортивных мероприятий, Олимпиад, чемпионатов, остается инфраструктура. И, как правило, мы потом видим, что, что бы кто бы ни говорил, в спорте эти страны делают какую-то... И инфраструктура, и некие, скажем, такие подталкивающие механизмы развития тех или иных видов спорта. Да, да, да. Понимаете, вот я помню время, когда Азербайджан, это, ну, скажем так, очень много лет назад, но при моей жизни, только борцы, вот, был единственный, о ком можно было говорить, вот у нас борцы. Потом у нас появились там одна или две хорошие волейболисты. Потом появилась там пару-тройку хороших ватерполистов. А потом у нас девочка-азербайджанка стала олимпийской чемпионкой по стрельбе там из ружья. Понимаете, казалось бы, неожиданно. А сейчас уже практически по всем олимпийским видам у нас есть достойные представители. Это и есть то, что страну, там же въезд в это спорте, двигает вперед. Ну, будем надеяться, что по итогам самого вот этого мероприятия Азербайджан будет в этом смысле эталоном, что касается и соблюдения климатических. Хочу вам сразу сказать, не хочется заканчивать, мы идем к концу нашего разговора. Эталоном сейчас быть очень сложно, потому что мир еще не определился, что есть эталон. В этой области? В этой области. Понимаете? Как раз КОП-29 и служит тому, чтобы определить этот эталон и чтобы страны мира стремились быть максимально двигаться к этому эталону. Вот здесь как раз мы с вашими коллегами, которые будут рассказать о этом разговоре, информировать о этом разговоре, должны союзиться к тому, чтобы Азербайджан двигался к этому эталону. Ну, и как минимум был на передовых позициях. Будем надеяться. Немножко другой термин. Да. Михаил Славович, к сожалению, время у нас истекло, но я вас благодарю и за участие, и за такой интересный содержательный разговор. Спасибо. Спасибо вам. Напоминаю нашим зрителям все это время на наши вопросы в студии отвечал первый заместитель генерального директора инвестиционного агентства ТАСС Михаил Гусман. Еще раз большое спасибо. В эфире телеканала CBC была передача «Актуальность сегодня КОП-29», и я ее ведущий Санам Заев. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова